с вами канал популярная микробиология мы начали с вами интереснейшую тему об инфекции инфекционном процессе как протекает инфекционное заболевание и кто же является виновником или источником инфекции сегодня животрепещущая тема о механизмах и путях передачи инфекции зная эти пути можно прервать цепочку распространения инфекционного заболевания в основе современной классификации инфекционных заболеваний лежит механизм передачи и на сегодняшний день выделяют пять механизмов передачи первый из них используя медицинские термины носит название фекально-оральный с испражнениями больного человека возбудитель выделяется во внешнюю среду загрязняет объекты внешней среды пищевые продукты воду и при нарушении санитарно-гигиенических правил через рот здорового человека с немытыми фруктами продуктами которые прошли недостаточную термическую обработку попадает через рот здорового человека это механизм передачи брюшного тифа дизентерии холеры вирусного гепатита а для маленьких детей характерен молочный путь загрязненные молочные продукты являются фактором передачи кишечных инфекций переходим ко второму пути будьте внимательны не отвлекайтесь это аспирационный механизм он бывает воздушно-капельным и воздушно-полевым воздушно-капельные когда с частицами слизи выделяется из дыхательных путей дистанция полтора метра если мы соблюдаем эту дистанцию то с частичками слизи микробы не попадают от больного человека к здоровому но если мы нарушаем режим самоизоляции собираемся на вечеринку где вместе танцуем поем то этот контакт нарушается полтора метра и происходит передача инфекции причем не обязательно чтобы люди кашляли или чихали достаточно контакта с больным человеком просто при разговоре помимо коронавирусной инфекции такой путь передачи встречается при гриппе туберкулезе аденовирусной инфекции парагриппе коклюше дифтерии скарлатине и множестве других заболеваний третий механизм через кровососущих насекомых это комары клещи как-нибудь мы с вами поговорим и о болезни лайма как-нибудь поговорим и о клещевом энцефалите которые передаются трансмиссивным путем четвертый механизм это контактный механизм конечно же сразу возникает мысль о прямом контакте прямой контакт это передача возбудителя половым путем это широко распространенное заболевание гонорея это сифилис и к сожалению сейчас и хламидиоз внимание непрямой контактный путь возможный путь передачи ковид-19 он менее заразен чем путь передачи через воздух но тем не менее имеет место это путь передачи через предметы обихода сейчас когда мы с вами передвигаемся не в личном авто а в такси то предложены специальные перегородки или шторки которые защищают шофера от пассажиров сидящих сзади но если вы садитесь в такси даже на заднее сиденье а перед вами в этой же машине был пациент зараженный ковид-19 то через воздух вы все равно можете заразиться коронавирусной инфекцией последний пятый механизм это механизм передачи от матери к плоду запоминаем проверяем насколько хорошо вы запомнили эти пути фекально-оральный 1 аспирационный 2 трансмиссивный 3 контактный 4 вертикальный 5 при коронавирусной инфекции это аспирационный и непрямой контактный путь учитесь с нами пополняйте свои знания по медицинской микробиологии не болейте соблюдайте все наши советы с вами был канал популярная микробиология подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки 也 а а